Наша история Наша трагедия Наша гордость Наша судьба Тайны и судьбы великих казахов Казахстан, год 1937 Под покровом ночи на окраине Алматы Вот уже который час сжигают изъятые из обращения книги И выпуски газеты «Социалисты Казахстан» Сжигают их потому, что на страницах издания Была опубликована поэма, взволновавшая всех Поэма, посвященная Великой Степи Ее истории и трагедии, которую пришлось пережить Казалось, в этом огне навсегда исчезает уникальное произведение Ярчайший образец 11-сложного казахского стиха Каждое слово в котором проведено через сердце И наполнено огромной любовью к родной земле Поэма «Кулагер» Поэма, рассказывающая о добре и зле О нравах, царящих в Казахстане в ту далекую эпоху Поэма, предрекавшая времена большого террора Жертвой которого и пал автор этого произведения В точности повторивший судьбу скакуна Кулагера Он несся вперед в расцвете сил И пал сраженной стрелой зависти и предательства Поэму «Кулагер» Ильяс Жансугуров написал здесь, в живописном Кокшетау Озеро Бурабай, где залечивали свои раны воины Аблайхана Знаменитая гора Окжитпес Зеленые леса, полные голосистых птиц Бескрайние цветущие луга предстают перед читателем во всем своем великолепии Как щитауские горы, о вас я пою Я не видел подобного чуда нигде Красотой, величавостью, славой своей Вы в поэзии нашей пример и предел Окжитпес, ты стрела, устремленная ввысь Великан-богатырь, развернувший плечо Ты, хранитель пещер, водопадов и скал Всех сокровищ, которым не выставлен счет Кокшетау, несравненно твоя красота Лес танцующих дев, бурабая слеза А наряд твоих гор, бархат, соболь, парча Величие Ильяса он чувствовал, понимаете? Что такое Кулагер? Это мечта народа, это центр, это величие И, например, у каждой местности есть свой символ Где-то горы, где-то озера, где-то реки Например, Алмата – это город яблок, например А вот что такое Ахмала? Что такое эта местность Саровка? Ахмала – это родина Кулагера Ахмала – это Кулагер, это символ этого Сейчас, который строится, это мечта наша Этот великий конь, который несется И не дай бог, чтобы кто-то его остановил Вот что такое Кулагер Символ Астаны нашей – это Кулагер Он писал это произведение в состоянии сильного душевного подъема Еще бы! Последние несколько лет его творческая карьера Развивается стремительно и очень удачно Он возглавил Союз писателей А потом в составе делегации от Казахской ССР Принимал участие в легендарном Первом съезде советских писателей Проходившем в Москве Горький, Маршак, Чуковский Со многими замечательными советскими писателями Ильяс подружился И, наконец, смог на Большом съезде озвучить свою точку зрения О том, что казахская национальная литература Нуждается в новом импульсе для развития Он ратовал за увеличение количества произведений на казахском языке Призывал молодых писателей активно печататься и публиковаться Разве мог Жен Сугоров предположить тогда Что всего через три года его призывы будут истолкованы превратно А он сам окажется за решеткой Как ярый националист и контрреволюционер Семереченская область Копальского уезда Здесь, в далеком ауле, не имеющем названия, а лишь номер четыре И родился будущий поэт, писатель, общественный деятель, журналист Отец его Дженсугор был простым кузнецом Работал денно и ночно в поте лица, зарабатывая на кусок хлеба семье Своему сыну Ильясу он не желал подобной судьбы И очень хотел, чтобы мальчик получил образование Но в маленьком поселении не было никаких школ или даже курсов Поэтому Дженсугор, сам владеющий немного арабской грамотой Начал обучать сына письму Вечерами отец рассказывал Ильясу устные сказания Что помнил от своих предков А потом подарил ему домбру С которой ребенок отныне не расставался Часто Дженсугор брал Ильяса на айтысы, устраиваемые семериченскими акынами И он говорит, что я был очень острым на язык И у меня было очень много поклонников И я, говорит, в какой-то год или два Он просто провел, проводил время в этих айтысах И выигрывал их все время И в результате создалась такая огромная популярность какая-то Его приглашали И, в общем-то, мне кажется, его уверенность в своем таланте То есть ты ж на айтысе, ты придумываешь Ты на ходу сочиняешь И, видимо, у него вот эта рифма лилась Образы были какие-то очень хорошие Поскольку он действительно получил такую популярность в своем семеречи Он сам обнаружил для себя Шакарима Нашел Абая произведение И очень был этим всем увлечен Что касается матери То она была более мягкой Ее звали Камкар И, конечно, вот это сочетание сурового отца и такой нежной матери Оно не могло вылиться, не вылиться в какое-то творчество тоже Тем более Ильяс рос на просторах Он пас скот, лошадей И все его произведения насыщены вот этой природой То есть Ильяс Джонсугуров прославился тем, что замечательно описывал казахскую степь, горы Он знал все названия трав Именно благодаря тому, что он работал в свое время чабаном И можно сказать, что это единственный человек, который добился очень многого Из поэтов, из писателей Без какой-то наследственности такой аристократической То есть он вышел из народа И очень хорошо понимал чаяния народа Когда Ильяс подрос, он начал сочинять стихи и песни А потом и вовсе не раз побеждал на соревнованиях айтескеров Но его главной мечтой и целью было поступление в школу И он покидает родной край ради этой мечты Когда он начал серьезно относиться к своему обучению И он описывает такой эпизод, что он сколько-то времени работал, чтобы заработать на... Книга стоила там рубль И он работал, значит, заработал 70 копеек там-то И еще 30 копеек в другом месте И в конце концов он заказал эту книгу И эта книга к нему пришла Для него вот эта книга, она и была Таким стимулом к творчеству Потому что после этого, он говорит, я сам начал писать И написал очень много стихотворений Год 1916 В Казахстане вспыхнуло национально-освободительное восстание Назревавшее уже с 1914 года Когда царская Россия вступила в Первую мировую войну Эта война принесла народам большие страдания Усилились социальный гнет, произвол и насилие царских чиновников на окраинах империи Продолжалось массовое изъятие земель у казахов Лучшие угодья переходили в пользование царским офицерам, чиновникам духовенству, казачьему войску и крестьянам-переселенцам Последней каплей стал указ Николая II от 25 июня 1916 года О принудительной мобилизации казахов в армию на тыловые работы Но если у тебя есть совесть, если у тебя есть творческий талант Ты не можешь стоять в стороне от трагедии, от тех страданий, которые выполнены на доле твоих сограждан, родных, родственников, природы и так далее Поэтому это был такой пассионарный в этом отношении период Вот это восстание 16-го года, оно, конечно, сыграло свою роль и в революции Но Ильяс, он дает четкую оценку в том, что он говорит, что поскольку он был человеком бедным И он, видя все эти притеснения и видя вообще весь этот ужас, который творился Он считает, что вот следующий период, который пришел, он его называет свободой И вот в его биографии он прямо этот долгий период называет Вот свобода пришла, и тогда начались комитеты бедноты Тогда они начали очень многое делать для того, чтобы восстановить хозяйство и, значит, повысить грамотность И он очень много, вот буквально вся его работа, 19-20-й год, она была вот направлена на вот это искоренение неграмотности О мой народ, его дерзание я поддержу своим плечом И в стену будущего здания обычным лягу кирпичом Чтобы люди завтрашнего дня не обходились без меня Тогда же Ильяс пишет не только о родине, патриотизме, но и пробует себя в лирике Его первые произведения о любви трогательны и невинны В них угадывается способность автора к большому всепоглощающему чувству Проявить которое в жизни ему удалось не сразу В те годы заключать браки без согласия молодых по расчету было делом обычным Вот и семья Жанцугурова, желая вырваться из нищеты, подобрала ему выгодную партию По закону о мингерстве он женился на вдове своего дяди, дочери местного бая Жамиле Но сердцу, как говорится, не прикажешь Этот брак, продлившийся два года, не принес счастья ни ему, ни ей В 1920 году Ильяс решает оставить все и изменить свою жизнь Поэт отправляется в город Верный, а затем в город Ташкент Взгляните на эту фотографию Она была сделана в Ташкенте Здесь Ильясу, он сидит слева от меня, 26 лет И это было время, когда он наконец обрел себя, понял, чем хочет заниматься всю свою жизнь Он посвятит ее образованию родного народа Чтобы такие же любознательные мальчишки, каким он был в детстве, получили наконец возможность учиться Надо сказать, что его друг Белял Сулеев Они вместе очень много занимались просвещением То есть если это была основная деятельность Беляла, то Ильяс был его помощником И он тоже много очень сделал и открывал вузы И до сих пор, значит, на одном из вузов в Алма-Ате, вот по улице Толиби висит табличка Что этот вуз педагогический был причастен к нему Ильяс Джанцугоров Там же, в Ташкенте, происходит судьбоносная встреча Ильяса с Абубакиром Зиваевым Известным исследователем-этнографом Вместе они отправляются в экспедицию по туркестанскому, сардаринскому и житесуйскому краям Собирают народный фольклор, песни, былины, сказки Им приходилось очень много собирать фольклора И они постоянно организовали экспедиции по всему Туркестану Они ездили по городам, собирали песни, собирали какие-то поговорки, пословицы, какие-то особенности языка И это были очень интересные фольклорные экспедиции, в которых неоднократно принимал участие Ильяс И уже подходил к этому с научной точки зрения То есть именно оценка, собирательство И в дальнейшем он все это передавал другим и архивировал все После окончания учительских курсов он возвращается на родину Преподает в Белтаганской аульной школе Первая любовь Он встретил ее и был сражен Аман Беринтайхз была моложе Ильяса на 9 лет Была младшей в своей семье И все вокруг называли ее ласково Аманша Красивая девушка пришлась по душе Ильясу И он немедленно женился на ней А потом влюбленным пришлось ненадолго расстаться Осенью 1922 года Ильяс был приглашен в город Верный На работу в газету Тльша И уже в следующем году Жан Сугуров был назначен на должность Директора Казахского института народного образования Аманша осталась в ауле Карьера Жан Сугурова шла в гору При первой же возможности он перевез к себе молодую жену Это время было беззаботным и полным творческих надежд Он с радостью шел на работу и окрыленный возвращался домой Но счастье оказалось недолгим В 1925 году Ильяс получает направление на учебу в Москву Аманша с ним не едет В последнее время девушка стала плохо себя чувствовать И чтобы не быть мужу обузой Она решает остаться в Казахстане Молодые супруги трогательно попрощались Не предполагая, что им больше не суждено увидеться Мясницкая улица 13 Именно здесь после революции расположился Коммунистический институт журналистики Сюда в 1925 году поступил Ильяс Жан Сугуров Закончил в 1928 Но эти три года просто перевернули всю его жизнь Изменили внутренне Он читал множество художественной и философской литературы Посещал театры, выставки, музеи В общем, с головой окунулся в культурную атмосферу Москвы В Москве, да, для него открылась новая планета Он увидел, что такое очерк, репортаж, зарисовки Ну, это, конечно, на казахском языке И с его учебой, конечно, обогатилась казахская журналистика Вы посмотрите на его филитоны, очерки Статьи, передовицы, корреспонденции Они поют просто Он пишет и о Турксибе пишет Он пишет даже, вот знаете, здесь и историк проглядывается Я был поражен, когда прочитал его события 16-го года Которые в Житесу происходили Это же трагедия И голос спровоцированный Сколько народу в Китай бежало И вот это он четко это все подметил Илья с нетерпением ждет каникул Чтобы вернуться домой Обнять близких, дорогую сердцу Аманшу Счастливый, с подарками Он едет в родной аул Но там его ждет печальное известие Аманша плохо себя чувствовала потому, что была в положении Но во время родов она и ребенок погибли Он никак не мог прийти в себя и поверить в то, что случилось Перед смертью Аманша оставила Ильясу свои кольца и записку В которой написала следующее Ильяс, вот эти колечки и другие вещички оставляю тебе Храни их Я в этом светлом мире вспыхнула и погасла Тебя со мной не было Я не могла тебя увидеть Прощай Он возвращается в Москву Разбитый, подавленный Справиться с депрессией Жан Сугурову помогают новые встречи Знакомства, впечатления Самые популярные поэты Москвы принимают его в свой круг Он тесно общается с Эдуардом Багрицким Владимиром Маяковским Демьяном Бедным и другими После окончания института Поэт стал первым профессиональным журналистом в Казахстане Получившим высшее образование по специальности в Москве От стихотворения он переходит к более сложному жанру Жанру поэм В них целиком и полностью отражается его политическая позиция Он на стороне советской власти Поддерживает ее и свято верит в светлое коммунистическое будущее Илья Жан Сугуров принял советскую власть И был очень воодушевлен ею И родились такие произведения, как «Мы солнечные» Или «Поезд Москва-Казахстан» Это какие-то такие очень светлые произведения В которых он не то, что он воспевал советскую власть Но он воспевал свое ощущение Ту свободу, которую им предоставила советская власть Его поэма «Беташар» о том, как советская власть Пособствовала тому, что женщины стали более светскими Более раскованными и получили свою долю и образование Это, мне кажется, очень большая заслуга И он четко это понимал и осознавал Ильяс от природы был очень музыкален И никогда не забывал свое увлечение дамброй Как только выдавалась свободная минутка Он брал в руки инструмент Наигрывал старые мелодии, кьюи Которые сохранились в памяти со времен его участия В Семереченских айтысах И когда к нему с просьбой помочь Обратился музыковед Затаевич Он с радостью принял участие в работе над сборником 500 песен и кьюи в казахского народа в качестве эксперта Те, которые были популярной песней кьюи в ЖТСУ Ярко представлены именно Ильясом Джанцугоровым И Ильяс Джанцугоров, конечно, не просто так в то время Затаевич услышал А Ильяс Джанцугоров рассказал, кто еще может рассказать Кто еще может сыграть У Затаевича много людей, которые проживали при горе Халатау Талдыкургане, в семье, уходили в Китай Например, тот же великий Осет Наймамбаев Ильяс Джанцугоров тоже о нем говорил Что его голос, и вот этот голос его Эти ноты, которые старинные напевы Передал Ильяс Джанцугоров Театральные пьесы – отдельная веха в творчестве Ильяса Джанцугорова Много времени он также уделял переводам русских классиков А еще он вдруг увлекся кинематографом С удовольствием присутствовал на съемочных площадках И даже как-то принимал участие в съемках А его рецензии к картинам были всегда самыми точными и запоминающимися Интересно, по крайней мере, так нам дошло через маму Что незаслуженно забывают о роли Ильяса именно в кино Почему? Потому что именно он нашел самобытного Шакена Айманова И привез его в Алма-Ату Из какой-то очередной экспедиции Вообще Ильяс очень Ну, отбирал людей Он видел вот эти вот зачатки какого-то творчества И с удовольствием вот в этой творчестве А тогда все было, можно сказать, творчество И страна творилась заново И какие-то новые идеи прививались в народе И все было очень интересно И какие-то самобытные люди, они сами всплывали на поверхности Их надо было просто находить, ну, собирать и привозить И вот воспользовался Ильяс и привез Шакена Айманова Он очень много работал как драматург Его знаменитые произведения Исатай Мохамбет Они ставились на сцене театров Работал Ильяс Жан Сугуров и над произведениями для детей Буквально на одном дыхании он пишет серию норовоучительных сказок Основанных на народном фольклоре Книга получила название «Сорок небылиц» Также Жан Сугуров принимает активное участие в составлении школьных учебников Крепкая мужская дружба В его жизни она играла важную роль И самыми близкими друзьями Ильяса Жан Сугурова были Бимбет Майлин и Сакен Сейфулин Они часто встречались, каждый из этой троицы имел активную гражданскую политическую позицию Они делились друг с другом всем, что их волновало, восхищало, интересовало Даже уезжая, они писали друг другу длинные обстоятельные письма Я думаю, что дружба его с Сакеном и Бимбетом Она была обусловлена их творчеством всех То есть это было необыкновенно производительное время для всей интеллигенции И можно сказать, что все выдавали том за томом И даже соревновались в том, чтобы что-то написать Там было очень много конкурсов Очень много книг издавалось И мне кажется, что переписка Сакена и Бимбета и Ильяса Она могла быть именно на высоком уровне обмена творческими идеями Я бы не сказала, что у них была дружба не разлей вода Но это была дружба интеллигентных людей И действительно, если вы возьмете архивы этих людей То вы обнаружите очень много переписки То есть фактически люди, кроме того, что они писали каждый день Поэмы, стихотворения, романы и так далее, пьесы Они еще успевали очень много отразить своих взглядов в письмах Был у Жан Сугурова еще один близкий друг Просветитель и общественный деятель Белял Сулеев Увидев его супругу, мать троих детей, Фатиму Габитову Жан Сугуров просто потерял покой Ему показалось, что именно такую женщину он искал всю свою жизнь Лелеял ее образ в своих мечтах Но по злой иронии судьбы она принадлежать ему не может И Жан Сугуров гонит прочь от себя мысли о ней Очень яркая, она была очень красивая И очень особой притягательной силой обладавшая женщина И поэтому у нее в жизни были очень высокие взлеты И очень катастрофические периоды жизни Закончив учебу в Московском институте журналистики Жан Сугуров отправляется в Кзларду Стараясь забыть Фатиму Габитову, пытается создать союз с другой Фатимой Торибаевой Сестрой приятеля Ильяса Садуакаса Оспанова Поэт проникся симпатии и не побоялся взять в жены девушку-сироту Без денег, без приданного В 1930 году, когда семья уже жила в Алматы В возрасте 36 лет, Ильяс впервые становится отцом У них с Фатимой родился сын Саят И сразу же следом дочь Сайра Тогда он перевез к себе и своего престарелого отца Жан Сугура Который помогал ему в воспитании детей Тогда много лошадей в Алмате было И много иногда лежали подковы И он вот так с палкой говорит, уйдет Мне рассказывали, чуть ли не моя мама И вот так вот уйдет, а потом собирает вот эти тагаларды И вот так вот с этими самыми тагаларами А в это время они тогда телевизор, телевизор жег Молодежь, в том числе Ильяс, сидят там разговаривают И вдруг заходит отец Представляешь, какого Ильяса было? Ильяс начинает на него Хочется, что она тагаларду Уднигерек Он да, видимо, старик почувствовал тогда кое-что Ну, в общем, он вот так ему ответил До меня донесли Вот это мне вот передали Понимаешь, вот казак-кандай был Вот так вот С каким-то намеком на то, что, возможно, тогда уже чувствовалось Ну, с Фатимой, вот, второй женой Они были раньше знакомы, чем с моей матерью Отец Ильяса оказался прав И в этом браке жен Сугурову не суждено было обрести счастье и покой Он еще раз пережил невыносимую боль потери близкого человека Ребенка Фатима решила уехать в Москву на учебу Оставив детей на попечении родственников И полугодовалая дочь погибла Мы маленькие остались И родня не смогла Нас, допустим, ну я жив остался А Сайрушка, ну что такое шестимесячный ребенок, значит Тогда еще в те годы Да еще в этот момент еще же, а шашлык был Вот голодомор, вот Трагедия не объединила их А наоборот, разлучила навсегда Одним из самых первых в жернова сталинской машины репрессии Попал друг Ильяса и супруг Фатимы Белял Сулеев Он был взят под арест и осужден судом тройки ОГПУ Однако не казнен, а сослан в лагеря Фатима Габитова осталась одна с детьми на руках Жан Сугуров, не раздумывая, предложил ей руку и сердце Когда он еще был секретарем у Беляла Он начал писать стихи И он эти стихи подкладывал в виде записочек И Фатима с Белялом над ним потешались Ну они читали эти записочки вместе Смеялись, какой он смешной Значит, вот какая у него все-таки страсть А там еще не было такой именно страсти Но он все время восхищался, какая она умная Как цветок, ветерок И это продолжалось довольно долго И каждый раз они вдвоем с Белялом Вечером собирались и читали очередное его послание Он страшно смущался Но в какой-то момент Фатима, когда было какое-то очень проникновенное стихотворение Она это письмо в конце концов не показала Белялу И вот с этого момента Это уже ближе, наверное, к концу 20-х годов Да, может быть, к 30-му году Она перестала Потом из Москвы он тоже писал ей письма Она уже перестала делиться вот этими стихами с Белялом Обсуждать и тем более насмехаться над ним И она стала более серьезно к нему относиться Ну, как бы понимая его Что вот это чувство, что оно не проходит Ну, то есть вы представляете, что 10 лет, да, или там 12 лет прошло До тех пор, пока вот эти чувства стали такими для нее явными Ну, не то что явными, а, наконец, она поняла, что это не пустой смех Или там не пустое восхищение А именно это такое очень долгое, глубокое чувство И мне кажется, что это в конце концов ее тоже сломило Фатима Это была удивительная женщина, оказывающая чуть ли не магическое влияние на мужчину Образованная, красивая, одевающаяся по последней моде Она точно была создана для того, чтобы быть музой Волновать сердца и умы выдающихся личностей В 1932 году Фатима Габитова и Илья Женцугуров поженились Он усыновил ее детей от первого брака Женебека и Азата Позже в этом союзе появились еще трое детей Умыт, Ильфа и сын Булат Именно Фатиме посвящена практически вся любовная лирика Ильяса Женцугурова В искрящейся волне мерцала осень Мы шли с тобой от города к реке А где-то там, в тумане зыбком, остров Таинственно светился вдалеке Пора домой с прогулки возвращаться А сердце бьет во все колокола Иртыш купался в солнце Полон счастья Моя рука легко твою взяла Мы шли с тобой, влюбленные скитальцы Вдоль солнечной улыбки Иртыша Рука в руке сплетая наши пальцы Обнявшись и взволнованно дыша Старик Иртыш шептался тихо с нами А я прижался к твоему плечу Соприкасаясь пылкими телами Мы словно шли по тонкому лучу Мне кажется, это была стадия зрелой любви Они оба к этому пришли по-разному То есть если Ильяс влюбился в Фатиму Когда она еще была супругой его друга И не мог преодолеть этот барьер И он писал ей письма Очень много, где-то лет 15 Просто писем в одну сторону Безответных Но он был настойчив Когда Беляла арестовали И признали врагом народа Это была первая волна То он стал писать настойчиво И Фатима ему ответила Она тоже стала отвечать письмами И я думаю, что это редкий случай Когда настойчивость пробила стену С Ильясом все-таки это было чувство Которое смогло трансформироваться Еще в мощное творчество Фактически Фатима как бы заставила То есть она сказала Если ты хочешь добиться меня То ты не должен оставлять работу То есть если ты будешь много работать И писать своих произведений Только тогда ты заслужишь мою любовь И она фактически словесно Даже вербально проговорила Свои требования к нему Что ты добьешься меня Только когда будешь очень С высокой отдачей Работоспособным И действительно Она вдохновила его И она стала музой Во всех его произведениях Это был мощный и плодотворный союз Рядом с Фатимой Жен Сугуров написал Свои самые лучшие произведения В том числе Знаменитый Кулакер Она активно помогала мужу В литературной работе Редактировала его книги Собирала восточный фольклор Писала статьи и этюды Они вместе отправились в Москву На первый съезд советских писателей Их общей победой Было назначение Джен Сугурова На должность председателя Союза писателей Казахской ССР Такие слова Как бы воспоминания самого Ильяса Что когда он поехал Представлять казахское искусство В Москву На конференцию И он подошел к Горькому И спросил Как нам описывать Вот это советское время Нам написать про Ленина Про Сталина Что-то А Горький ему сказал Что не стоит Обращать внимание То есть об этом напишут еще другие Конечно это все похвально Ваше рвение и так далее Но вы напишите лучше О том как живут в Казахстане О казахах О культуре Обратитесь к истории Это гораздо более ценно И Ильяс вдохновленный этим Он стал описывать уже Какие-то Ну вот вещи То есть Абакан Сире Знаменитый Кулагер Об восстании Исатая и Мохамбет Вот пожалуйста Исатая и Мохамбет То есть Именно почему-то из Москвы Пришло вот это осознание Что надо писать О нашем О самобытном Поэмы Кулагер Вот почитайте поэму Кулагер И там все Там конечно И динамизм И еще Кстати Модернизированный Так сказать Он действительно Он же знал прекрасный опыт кино И так далее Это очень выстроенная Динамичная Так сказать Поэма На Кулагер Но там огромное бытие Этого мира Там и аканы Там и борьба Там скачки коней Характеристика коней И так далее То есть все совершенно осознанно Вот этот мир Он в него сматывается Как ушедший уже мир Но который необходимо сохранить И он это сделал Строго секретно Шифровка Москва ЦК ВКПБ Товарищу Сталину По антисоветским элементам Нам было предоставлено Право Репрессировать По первой категории 8 тысяч человек И по второй категории 8 тысяч человек Сейчас Эти лимиты Почти полностью использованы Мы должны К 10 декабря Окончательно зачистить И покончить с активным Антисоветским элементом По этим двум категориям Активного повстанческого Диверсионного И шпионского элемента Нами изъято По ликвидированным Организациям и группам На 1600 человек Больше Установленного лимита Для полной Зачистки остатков Мы просим Дополнительно Разрешить Репрессировать По первой категории 600 человек По второй Одну тысячу человек Секретарь ЦК ВКПБ Казахстана Мерзоян После этой шифровки Адресованные Ливоном Мерзояном Сталину Были осуждены И расстреляны Лучшие представители Казахской интеллигенции Джансугурова Арестовали Осенью 1937 года Практически Вслед за его друзьями Биембетом Майлиным И Сакеном Сейфулиным Он ждал Этого ареста Был морально К нему готов Но очень переживал За семью Детей История Конечно Такая печальная То есть Ильяса арестовали 13 августа И фактически Не давали им свидания Иногда только Фатима в этот момент Была беременна Булатом То есть Она не знала Ребенком И в ноябре Значит Рождается Булат И она просит Очень Чтобы Ей Разрешили Свидание С Ильясом И это свидание Разрешают И она приносит На него С своего Ребенка И тогда Ильяс Говорит Ну во-первых Пусть его Завод Булатом Во-вторых Он сказал Такую фразу Что Пусть мой лучший Сын будет Сапожником А не поэтому Она Булатова Мама Фатима Так вот Когда уже Он стал Взрослеть И походить На Ильяс Конечно Она всех Нас любила Но я помню Как Все же Для нее Более Любимый Такой Похож На Ильяс Знаешь И она Ну фотография Так это Можно Видеть И это Очень справедливо Дело Ильяса Жен Сугурова За номером 1102 Оказалось Очень коротким Он пробыл В заключении Больше полугода Под давлением И пытками Подписал Все нелепые Обвинения Выдвинутые Против него Самого Однако Давать показания В отношении Своих Знакомых И коллег Он категорически Отказался Он просто молчал Дело в том Что он сам был Достаточно Прямой Такой суровый Интроверт Очень сильный Человек И он Мне кажется Как бы Такой Внутренний Внутренним Стержнем Человек И он смог Выдержать Эти Гонения И И осознать Вот это все В тюрьме Что тогда Происходило И Не выдать Никого Ну не то Что не выдать Он Понятно Не написать Ни на кого Донос Потому что Время было Такое Что действительно Самые известные Имена Там Мелькали В доносах На него По крайней мере Написала Написали люди Которые известны В Казахстане Фатима в своих Дневниках Пишет Ну в смысле Она явно пишет Эти имена И фамилии Мы при издании Этих дневников Сократили Она Очередной Раз Хотела Пойти К нему Ее Не пустили Говорит Ну Нету Его И она Говорит Один раз Второй раз Нету Я все же Говорит Набралась Еще слиминства Пришла Напросилась И зашла Говорит Одна меня Приняла Говорит Женщина Военная Ну Чикистка Она начала Говорит Говорит Чего вы без С конца ходите А я Говорит Сказал Открой Подвалы Там Они лежат Чего вы Нас обманываете Прошу Вашего Распоряжения О приведении В исполнении Приговоров Воездной Сессии Военные Коллеги Верховного Суда Союза СССР От 26 Февраля 1938 Года В отношении Осужденных К высшей Мере Уголовного Наказания Расстрелу Ашихмина Алексея Ивановича Беленко Владимира Леопольдовича Джансугурова Ильяса Майлина Беембета Жармагамбетовича Шанина Жумата Тургумбаевича Юсубекова Хамзы Председатель Воездной Сессии Военной Коллегии Верховного Суда Союза СССР Деввоенюрист Горячий Как жена Врага Народа Фатима Была сразу Живо Выселена Вместе С детьми Из квартиры В течение 24 часов Они должны Были Покинуть Любимой Алматы Все тяготы И боль Которые Ей пришлось Испытать Фатима Описала В своих Дневниках Свои же Скажем Кто-то Доносил Кто-то Претендовал На квартиры Где они Жили Делали Совершенно Подлые Такие вещи Выбрасывали Их вещи Пусть твои Дети Не ходят Дети Врага В народ Не ходят Через Один Порог С моими Детьми И они Выбрасывали Вещи В том числе Рукописи И так далее И как она Собирала И на снегу И так далее И как она Все это уберегала Как она прятала Ну целая технология У нее двоюродный брат Осман В Джамбуле Жил Вот он помогал Так в общем Как-то многие вещи Сохранить И спасти Она была Уже стала Вот таким Через Три Ссылки Конфискации Она стала Таким Конспиратором Так Как она умела Пройти Не только И леса Она же Сохранила И возила С собой Перевозила Журнал Шура Да Вот это Айкаб Совершенно запрещено Шура Татарский Такой журнал Айкаб Казахский Абсолютно запрещен Журнал И вот мы их смотрели Листали Где-нибудь в Мерке Она же пресветит Она героическая А там По-другому нельзя Было бы Слабый духом Человек Или если человек Впавший в слабость Он бы не выжил В той ситуации Они поселились В Мерке И главной Своей миссией Отныне Фатима считала Сохранение Памяти Об Ильясе О его произведениях Долгими вечерами Она читала Детям его стихи Никогда не произнося В слух Имя того Кто их написал Мы А дальше Конечно Было так Что Она в казахской Там было две школы В Мерке Одна казахская Одна русская Она детей Отдала в русскую школу Учиться А сама Преподавала В казахской школе И постепенно Стала Даже Заучимом Этой школы И в конце войны С нее сняли Все обвинения Потому что Она Есть такая Прямо Ну вот документ Что мы снимаем Все обвинения Обвинения Такие Что она Жена Народа Жена врага Народа Вот Что все обвинения Снимаются И Она даже Получила Заслуженного Учителя Единственным Человеком Который Не боясь Навлечь на себя Гнев властей Поддержал Фатиму Габитову Оказался Писатель Мухтар Ауэзов Он тоже знал И любил Эту женщину С юности И как только Она осталась Одна Он оказал ей Поддержку Подставил плечо Мухтар Ауэзов Несмотря на все Вот эти Сложности Своей собственной Жизни Он конечно же Очень Поддержал Всю семью Фатимы Включая Детей От Беляла И от Ильяса И вот поэтому В 49 году Еще не было Реабилитации И вот он Покупает Здесь Мухтар Ауэз На улице Иссыкульский Небольшой домик Такой большой Длинный двор И мы туда Всех перевозят сюда И в этом доме Там уже старше Они покрепче Азат И я им помогал Там сделали Он один этаж Там вниз прокопали Получился Двухэтажный Такой домик Во дворе сажали Уже навыки У нас есть Там все эти Овощи Там все И сад И так далее Выживали Но уже 49 год Меня Я поступаю Отец берет Мухтар Ауэз Меня в казахскую школу Отвел Тогда интеллигенцию Не отдавали детей Своей казахской школы Потому что их Тут же обвиняли В национализме А он взял Повел Я вот эти Три первые года Учился в казахской школе От Мухтара Ауэзова Габитова родила Сына Мурата Который и сегодня С огромным трепетом Вспоминает Какой сильной Братской любовью Были связаны Дети Фатимы Несмотря на то Что отцы у них Были разные Это была Удивительная Такая Всю жизнь Мы с этим Ну как-то Удивительное Ощущение Подлинного родства Совершенно Незамутненного Таким Тем, что Мы из разных Отцов Когда у меня Был первичный Комплекс туберкулеза Был такой момент В 12 лет И вот Она в мединституте Училась Она мне эти уколы Как она Меня в общем Спасала А в детстве Маленьком Ильфа меня водила По этим Меркенским Так сказать В общем И руины И развалины И так далее В 1958 В 1958 Году Началась массовая Реабилитация Жертв Сталинских Репрессий Посмертно Все обвинения Были сняты И с Ильяса Жан-Сугурова Его имя Стали постепенно Возвращать народу Называя в его честь Учебные заведения Улицы И поселки И только тогда Стали появляться Вот эти Вот его ранее Неопубликованные Стихи В основном Это письма Были к Фатиме И вдруг Оказалось Что он просто Маг Волшебник Такой Великой лирики Великой лирической Поэзии Татеша же взялась Активно Как только Настала реабилитация Печатать Там выходили Тома за томами Сборники Ильяса Она везде Везде Брала все Что сохранилось И слава богу Один из архивов История архива Это особенная часть То есть Ну вообще Вот этой всей истории То есть Сохранились Очень многие Произведения И две части архива Совершенно Независимо Друг от друга Одну часть архива Она сама отдала Своему родственнику А вторую часть архива Хранил один Работник КГБ Ну НКВД тогда Он у себя Просто сохранил У него фамилия Голубятников Или еще как-то И только В 80-х годах Когда этот Он жил один Этот старик Голубятников И когда Это Он умер Соседи Обнаружили Какие-то записи В большом сундуке И поняли Что надо Обратиться в архив Хорошо Что они не сожгли Это все И потому что Вот этот целиком Сундук большой Он был Предоставленный в архив И они открыли Что это Весь архив Ильяса Джанцугурова То есть Получилось Это редкий случай Когда вообще После репрессий Выживает Огромная часть Наследства Именно наследия Творческого наследия То есть Одну часть Фатима сама Сберегла У своего родственника И вторая часть Вот была Восстановлена Таким образом Настал день Когда они пошли В союз писателей Ну и Фатима Она всегда такая Коренник Такой у всех В этих делах И она от всех Выступала И она говорила Это было Памятно Сотрясло Вообще Весь союз писателей Это на долгие годы В память И вот там Вот ты Говорит Вот ты написал Так в общем Письмо Ты вот это сделал Просто называя имена Так Это было что-то Вот такое Ну возмездие Понимаешь И вот Тролл моего рода Ничего не могли Там сделать Понимаешь Вот И это все Значит Я думаю Что с одной стороны Это как бы Голос справедливости А с другой стороны Я думаю Она Действительно Любимого ей человека По-настоящему За Ильяса А за шайта Она кегнал Она брала Так сказать Очень Да Она Какого-то Восстанавливаешь За него Понимаешь Она Откарала Их Даже потом Когда вот Я сейчас Вспоминая Когда она Последние годы Была у нас В квартире И Ну вообще Она жила В другом доме Но вот Именно Перед смертью Мама забрала Ее к себе Чтобы ухаживать Потому что Фатюма была больна Раком Она Вот Смотрела И уже Лежала Не вставала Но вот этот Тяжелый Такой Проницательный Взгляд Спокойный Такой Наблюдающий Он Вот Мне запомнился Теперь С детства Я Ну Наверное Всегда буду помнить Этот взгляд Такой он Строгий И В то же время Вот Спокойный И Вот это Мужество Женщины Которая Смогла Пройти Такую Тяжелую Жизнь И Оно Мне кажется Прямо Вот в этом взгляде Все сохранилось Я думаю Что Илья Сугоров Именно В новом Понимании В новом Рассмотрении Он должен Заново Наш читатель Казахский Его прочитать Для чего Нужно это Для нашего духа Для нашего сердца Для нашей крови горячей Чтоб она не отставала Чтоб мы любили свою родину Как любил Ильяс Чтоб мы жили И умирали с ним И скакали впереди Как этот кулагер Ну как молчать В такую пору И выжидать Какой-то срок В тиши Покоятся озера Шумит И пенится поток За утром утро День за днем Сердца людей Омыты в нем Я сам Не в силах Перечислить Ухабов На своем пути Но песни Вскормленные Мыслью Сумеют Крылья обрести Сумеют Взмыть Орлам подстать А думам подлым Не летать И пусть Громов Глухие залпы Еще грохочут Там и тут К просторам Солнечного Завтра Прочерчен Молния Маршрут Пусть дождь Над небом Пройдет Дожди Приветствуют Народ Литературный гений Ильяса Женсугурова Во многом Опередил свое время И оказался Пророческим Он Как и его кулагер Взлетел на вершины Творчества Окрыленный Народной любовью Признанием Но на самом пике Был сражен Человеческой завистью Человеческой подлостью Но рукописи Как известно Не горят И имя Ильяса Женсугурова Равно Как и его кулагер Пока жива Народная память Останется Бессмертной Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин